Они развивают медицину, покоряют спортивные вершины и повышают уровень культуры горожан. В Первоуральске завершился первый конкурс «Человек-города». На церемонии вручения премии побывала и наша съемочная группа. Первоуральск. Город на границе двух миров. Он сочетает в себе мудрость Востока и технологии Запада. В зале Дворца культуры Первоуральска «Аншлаг» начинается первая церемония вручения премии «Человек-города». В конкурсе, организованном движением «Первоуральск для тебя» участвует 58 человек. Когда мы задумывали это мероприятие, то посчитали, что героев в городе Первоуральске очень много. Истинно героев, которые делают каждый день какие-то маленькими делами, маленькими шагами, улучшают жизнь города в разных сферах. Поэтому мы захотели их проявить, чтобы город знал своих героев. Среди номинантов представители сферы образования, деятели культуры, врачи, предприниматели, общественники и спортсмены. Ян Шипаш – тренер по футболу. В прошлом году мужчина открыл группу для детей с инвалидностью, а благодаря его проекту «Особенные чемпионы» первоуральцы приняли участие в открытых соревнованиях по футболу на электроколясках. Футбол многогранный, и он дает всем шанс и с особенностями, и с ограничениями здоровья, участвовать, быть в этом коллективе, в команде и принимать участие в соревнованиях. Самая главная цель – это то, что я уже даю интервью, то есть меня увидят, узнают, услышат. И, надеюсь, найдем поддержку и будем развиваться. О том, что Первоуральск – город неравнодушных, деятельных и открытых людей, говорят представители городских и областных властей. Сегодня сошлись все необходимые слагаемые. Правильная аудитория, правильное место, правильная идея. Мне очень приятно, что мы объединили по-настоящему самые разные, ранее неохваченные слои нашего города. Люди, которые многие годы трудились над тем, чтобы город стал комфортнее, чтобы Первоуральцам жилось хорошо, весело, интересно, культурно, спортивно, образованно. За последние 10 лет наш город очень сильно изменился. И, несомненно, это благодаря тем крупным проектам, федеральным, региональным, местным проектам. Но, дорогие мои, все те изменения, которые происходят, они бы не свершились, если бы не было вас. В конкурсе 8 номинаций. Первоуральск спортивный, культурный, образованный, комфортный, здоровый, креативный, созидающий и дополнительный. Народный выбор. В одной из них участвуют первоуральские волонтеры, руководитель поисково-спасательного отряда «Абрис» Андрей Курглов. Мы сотрудничаем с такими отрядами, как «Лиза-Алерт» и отряд «Скорпионы». И помогаем также сотрудникам МЧС и авиалесоохраны в тушении лесных ландшафтных пожаров. Это не ради каких-то наград, а просто вот от чистого сердца. Перед жюри стояла сложная задача. Из всех претендентов выбрать 7 победителей. В номинации «Первоуральск комфортный приз» достается Павлу Поповиченко. Вы действительно делаете много для нашего города. И вы еще раз доказали, что невозможное возможно. Огромное спасибо. Спасибо всем. В номинации «Первоуральск образованный» победила Анна Кишеева. Среди горожан, развивающих культуру, больше голосов набрала Галина Круговых. В категории «Здоровый» Наталья Масунова, «Креативный» Наталья Подбуртная. Трофей за спортивные достижения получает Светлана Чернова. А лучшие в номинации «Первоуральск созидающие» выбрали Ирину Тихонову. Я не считаю эту награду только своей, потому что это работа очень многих людей. Это ребята из СИУСа, это волонтеры из группы регион 196, это девчонки из женской гвардии Урала. Эмоции волшебные, эмоции классные. Организаторы сделали такое незабываемое шоу. Самым долгожданным моментом церемонии стало подведение итогов голосования в номинации «Народный выбор». Опрос проходил в соцсетях, выбрать своего претендента могли все первоуральцы. Абсолютным лидером с результатом почти тысячи голосов из шести с половиной тысяч стала Ольга Цивилева, педагог-организатор с 27-летним стажем. В садике спорт, в школе спорт, в институте спорт, чемпион Советского Союза по футболу 91-го года. Все, потом вот здесь оказалось. Думаю, что уже столько лет прожито, как бы, и хотелось что-то вот такое, вот такое вот. И оно получилось. Что хочется? Футбольный стадион в городе Первоуральске. Завершением церемонии стало вручение главой Первоуральска личной премии. Отдельными призами Игорь Кобец отметил активиста Павла Поповиченко и Любовь Поторочину, фельдшера из Новоуткинска. Оргкомитет движения Первоуральск для тебя надеется, что в следующем году участие в конкурсе примет еще больше горожан. Виталий Мотин, Михаил Пиранков. Новости Первоуральск.